Привет, ребята! Короче, сегодня поспал до 11. Столько мне всего снилось там вообще. Я, короче, из-за того, что антидепрессант перестал принимать, у меня начали депрессивные сны сниться. Там много всего снилось. Я, кстати, благодаря сну кое-что понял, почему некоторых людей понял, короче, люди пытаются в жизни устроиться поспокойнее, полегче себе, облегчить страдания жизни, страдания этой жизни. И они просто радуются, кайфуют, чтобы позабыть бренность, бремя этой жизни. Короче, вот так вот, в двух словах. Сейчас иду встретиться с тем мужиком, с которым я, который дворник, который, типа, если ты с ним договорился пообщаться, встретиться у его подвала, не пришел, то ты плохой человек, нехороший, а если наоборот, то ты хороший и так далее. Он сказал, в 12 часов будет там подвал, но что-то его нету. Может, позвонить ему. Мне там снилось, что я над бездной стоял и думал прыгнуть или нет. Мне там снилось, что я, как будто я в реальности проснулся. Несколько раз снилось, как будто я просыпался, собирался и шел в багетную, ехал в багетную мастерскую. Несколько раз это снилось, как я снова просыпаюсь и это реальность. Я еду, я не могу отличить это, что это сон. Еду в багетную мастерскую, чтобы стать плотником, чтобы работать в хорошем коллективе, а не в зоомагазине. Привет. Окей. Нет. Нету его, что ли. Сейчас позвоню ему. Там что-то, когда я ему звонил, связь плохо была. Точнее, его слышно нормально было, а он меня плохо слышал, не знаю почему. Надо хоть отметиться, сказать, что вот смотри, я пришел, я хороший человек, неплохой. Потому что у него какая-то вот закос под вот это вот слишком. Ну и я, с другой стороны, что сказал, что встретимся, хотя у меня стажировка. Я вам не позвонил во время стажировки. Короче, завтра я на стажировку, а сегодня в магазин Лабиринт. Магазин книжный на собеседование. Если я окончу стажировку, то я буду работать в зоомагазине, короче. Жаль, конечно, все-таки, что просто далеко туда ехать и действительно глаза устают. Но хотя, если бы я неделю проработал, я бы привык. А вот мне звонят с книжного магазина, читай город.